Система работала здесь очень просто, поскольку если решение не было исполнено, там тоже применялись залоги, но, конечно, не в таком масштабе, как это было в Ирландии, потому что в Ирландии там такая чистая капиталистическая машина, очень жесткая, но тут больше применялось, так сказать, право того, что у вас просто-напросто объявят незакон. То есть, если вы не исполнили решение суда, и если это какое-то такое злостное, именно вот, неисполнение, отказ, то вы становитесь вне закона, это означает, что с вами нельзя иметь дело, и вообще это очень серьезные последствия, как правило, это приводит к изгнанию. Там было несколько разных видов вот этого вот незакония, более жесткие, менее жесткие, ну вот, например, вот этот Эрик Рыжий, так называемый, который открыл Ирландию, это был человек, которого объявили незакон, он собрал вот, так сказать, своих каких-то сторонников, они поплыли искать себе новое место жительства и нашли его в Ирландии. Вот. То есть, эта машина работала, так сказать, очень просто. Опять-таки, поскольку, как здесь написано, что вы владели, в общем-то, от вас была только инициатива того, как поступать с вашим обидчиком, то решение могло быть очень простым. Если вас обидел человек, у которого большое влияние, много денег, и так далее, и так далее, и так далее, вы могли продать свое право кому-нибудь другому, который бы исполнил его, исполнил бы ваши претензии, но, соответственно, за долю в той компенсации, которую вы должны были получить от этого человека. Это все работало, машина очень прекрасная и хорошо. Опять-таки, понятно было, что любое сопротивление означало рост вашего долга перед теми, так сказать, кто пытается вас призвать к порядку. То есть, любое усиняк, любое увлечье, если вас пытаются силы, так сказать, там, резонить и заставить вас выполнить какое-то решение, то каждый вот этот вот ваш элемент вашего сопротивления, он приводит к тому, что вы должны все больше и больше, вот. А, так сказать, ваша поддержка тает и тает, потому что люди так смекают, что, наверное, не стоит вас поддерживать, ну его нафиг, потому что мало ли что, там человек пошел уже совсем в отрыв, вот, не видит никаких границ, а все это имеет простые денежные последствия. Вот что очень важно. Поэтому Буянов и всяческих правонарушителей было не так много, как это принято считать. Ну вот пример, да, то есть, вот была такая эпоха Стурнунгов, которая в сагах описана как там кровавая расприя, страшная, ужасная. То есть, она продолжалась на секундочку 52 года, при этом погибло аж целых 350 человек вот в этой страшной расприи. Вот. А что еще очень интересное показательно в сагах, что там нет безымянных жертв. Это очень, вы знаете, такая деталь, которая очень характеризует это общество. То есть, это не какие-то людишки, да, которых вот там несчетное количество где-то полегло, и, ну, и что они вписать, борода дорожают. То есть, это подход, который у нас сейчас, на самом деле, есть, у нас, вот, приемлем, жертвы, жертвы, да, жертвы. В исландских сагах нет жертв, там есть конкретные люди, которые, так сказать, были убиты и так далее. Они все с именами, вот, безымянных жертв там нет. Это очень важно, если мы хотим понять, как это общество устроено, то вот эта деталь, она очень четко его, так сказать, показывает и дает очень ясную характеристику, да, что эта система, где отношения между людьми, они были очень ценными, очень важными для этих людей, потому что они все зависели друг от друга, и все они представляли из себя, так сказать, своего рода единое целое, хотя это понятно, что это было общество свободное, там не было никакого правительства и не было никакой системы, которая выдавила их сверху. Ну, наконец, переходим к нашему дорогому Сомали. Значит, если Ирландия и Исландия, это две системы особенные, да, у них есть очень яркие особенности, и в Ирландской, и в Исландской системе, то Сомали это такой дефолт. То есть, если вы хотите понять, как работает обычное право, то вот дефолтная, как бы ситуация, дефолтные настройки, это Сомали. И в дальнейшем, когда вы поймете, как оно устроено, работает там, то вы переносаете настройки на любую ситуацию, вы будете видеть, ну, есть, да, есть какие-то отличия, но в целом, все равно, значит, кажется, на это. Но историю я рассказывать этого дела не буду, то есть, я думаю, все знают, что считается, что там нет государства, но это, в общем-то, где-то немножко и так, и не так. Тем не менее, там есть, очень важно понимать, что есть два слоя, как бы, отношений правовых, да, то есть, первое слое, это попытки продолжать там, все это делать на уровне ООН, там, вот этих псевдогосударств, которые там существуют, и всего вот этого вот. А есть реальный уровень правоотношений, это правоотношения в рамках кланов. И, собственно говоря, проблема этой страны, и причина, потому что там это государство, слава богу, развалилось, именно в том, что диктатор, который там врагов, он пытался бороться с кланов, он пытался отнять у них собственность, пытался отнять у них спаслище, пытался отнять у них залежи полезных ископаемых, которые находились на их территории. Сначала он это делал в рамках, так сказать, политики социализма, а потом он это делал в рамках политики приватизации, то есть они там отказались от социализма, но остался тот же самый диктатор, но он уже стал, значит, таким капиталистом, НПФ, там, смело, тут же все, как у нас. Сначала он хотел это отнять, так сказать, как социалист, потом как приватизатор, но у него не вышло ни того, ни другого, и в результате вся эта система лукнула, и до сих пор вот на этом уровне она, ну, как-то собраться не может, но существует прекрасная, и, как и до Еврикана, она существовала на уровне клана. Поскольку сомалийцы это пастухи, это пачевники в основном, хотя они и фермеры уже теперь, причем длительное время тоже, тем не менее, как в основной род деятельности это скотоводство, и, соответственно, вся их правовая модель, она строится по системе вот этих вот скотоводческих лагерей. То есть вот эта дигма, это самый простой лагерь, там живет до десяти семей, эти люди тоже, как правило, родственники какие-то между собой, никаких юридических, как бы, ценностей эта штука не представляет. Уже более крупная вот эта джуфа, это более крупный поселок, где он уже учитывается как некая его юридическая единица, то есть люди, которые там живут, например, собирают данное для молодых людей, для девушек, которые женятся, выходят замуж, и также платят штрафы, если их, так сказать, жители там нарушают некие, так сказать, права. Но главной вот единицей правовой это является, так называемый, джилиб, то есть джилиб это, так называемая, расширенная семья, как правило, это от трехсот до трех тысяч, заметьте, вот совпадение в цифрах, в данном случае, с туатом, от трехсот до трех тысяч, примерно, мужчин, которые имеют общих родственников. Это, вот точно так же, как ирландский файн, то есть это те люди, которые платят black price, если их член убьет кого-то другого, и точно так же эти люди получают black price, если убьют кого-то из их членов. То есть это вот главная, ключевая вот единица всего сомалийского права, это та страховая группа, на основе которой построено все право. А вы можете, кстати говоря, ну, понятно, что если вы родились в каком-то клане, то вы будете членом этого клана, то есть членство клана вы получаете по рождению, но, конечно, вы можете купить клан, вы можете организовать свой субклан, а, собственно говоря, вот здесь этой, вот этой, вот кирпичником и есть вот этот самый джилиб. Если вам удастся там договориться с несколькими джилибами, то вы уже, как бы, можете создавать такой субклан в рамках какого-то большего клана, вот, потому что это такая система, она очень, на самом деле, подвижная. То есть самые большие кланы составляют где-то, ну, там, порядка двух миллионов человек, на секундочку. То есть, опять-таки, подчеркну, это юрисдикция не территориальная, а членская. То есть член клана может находиться где угодно, но он подчиняется, как бы, находится в юрисдикции клана, а не какой-то территории, не какого-то территориального правителя. А можно было понять, что он находится в юрисдикции? А потому что все знают, какого вы клана. Возьмите ирландские вот эти вот узоры, да, это же тоже клановая принадлежность ваша. Не, ну, был какой-то, я не знаю, там, знал, который это может быть? Ну, вот этого я не знаю. Этого я не знаю, но... Ну, вы знаете, у нас люди знают, кто там, чей потомок до 12-го калибра, и они знают точно, что вы юрей, например, да? Откуда-то, они же откуда-то берут эти свидетели, нельзя? Вот, вы... То есть, если вы приходите куда-то в новое место, то, видимо, вас просят, откуда вы, кто в этом городе. Ну, вам станет понятно, почему дальше. Технически несложно, ребят. Значит, вот автор довольно-очень хорошей книги «Право сомалийцев» Майкл Ван Нотон, который прожил именно в Сомали, именно в клане, он был женат на Сомалейке и жил в клане. Внутри него, если не какой-то антрополог, я имею в виду, который, так сказать, на своей шкуре все это видел, он сравнивает эту модель с интернетом, то есть это тоже децентрализованная, определенная модель, то есть никто не владеет правом в Сомали, нет никакого центра, и тот, кто предложил более лучшие условия, тот как бы и выигрывает в этой конкуренции, скажем так. Можно выделить такие принципы права в Сомали, то есть закон здесь полностью отделен от политики и религии, и это не желание, это не какая-то запись Конституции, это просто консультация папы, потому что ни политика, ни религия не влияют, не могут никак повлиять на содержание, собственно говоря, права, потому что право, оно на самом деле в голове. Вот. Закон имеет встроенный метод своего развития, да, то есть вот сомалийский судья никогда не скажет, что закон молчит по этому поводу, либо что он не ясен, такой судья идет, куда? В сапы он идет. Потому что от судьи требуется решение вопросов, никого не интересует, есть ли какой-то где-то записанный механизм, так сказать, как должны решаться эти вопросы. Ну вот, люди приходят к суде, а у нас такой способ будет добрый решать, если нет, значит мы, так сказать, пойдем к другому суде. А третье, что существует в юрализме, вот юрисдикции, ну, то есть каждый клан имеет свою, вот юрисдикцию, это понятно, но кроме того, там существует масса других групп, там бизнес каких-то вот организаций, просто организации, там действуют мусульманские ордена, вот религиозные, все это имеет свои уставы, и никто к ним не лезет опять-таки с тем, что давайте мы все это регулируем и как-то вместе все это соберем. Четвертый принцип, что эти идеи телеполитические, они должны подчиняться закону, но это, понятно, оно следует из первого. Пятый, вот то, что понимается труднее всего, что источник закона, то есть право, вернее, это потребности и традиции общества. То есть право это правило. На самом деле, вот на обычном праве видно очень хорошо, что для людей, как для вот именно социальных существ, есть некий универсальный, абсолютно для всех одинаковый метод решения, так сказать, своих проблем. Любое право вы берете, вы везде находите защиту прав собственности. То есть ни одно право не признает право грабежа, убийства и так далее. Этого нигде нет. То есть вы не зная ничего, допустим, о культуре какой-нибудь Японии, попадаете в новое время в эту Японию, вы уже представляете примерно то, что там точно так же, как и у вас, любого воришку будут преследовать и пытаться что-то с ним сделать, потому что это вещи абсолютно универсальные. Я, когда готовился к этой лекции, нашел массу совпадений, даже в довольно сложных процедурах, совпадений буквально причем. Допустим, что в Сомалии, что в Исландии, что в Ирландии, действует одна и та же процедура по отношению к увечнам. Если вы, так сказать, причинили кому-то вред, да, и этот человек получил ранение, вы должны взять его себе и лечить. Причем дальше, вступая в силу следующего момента, мы таки во всех этих трехпоровых системах, что если этот человек, не дай бог, умер, только там сроки разные. То есть там в Исландии, по-моему, 9 дней, а в Сомали, по-моему, 7, что-то такое, да. То есть если он в течение этого времени умер, то тогда вы платите blood price, то есть считается, что вы его убили. Если он умер позже, тогда нет. То есть мы видим, что всегда есть какие-то универсальные проблемы, которые решаются, опять-таки, одним и тем же способом, вне зависимости от того, когда это вообще сосуществует, какая там культура и так далее, и так далее, во всем мире, во всем мире. А если он отказывается лечить? То есть это же проблемный механизм, нет? Нет, почему? Есть механизмы. Ему хуже, даже, на данном случае. А как самому? Значит, дальше. Ну и последнее. Судьи являются специалистами, каждый со своими методами анализа права. То есть в данном случае тут речь идет о том, что они не являются специалистами в нашем понимании. Никаких юридических школ в Сомали нет. Мы это увидим дальше. Вот. Каждый применяет свои методы, но эти методы так или иначе унифицируются в ходе развития. И вот снизу приведена сомалийская максима, которая говорит об отношении этих людей к праву, что можно сменить религию, но нельзя сменить закон. Они воспринимают закон как объективное явление, которое существует в природе. И с ним очень трудно что-то сделать. Главным механизмом функционирования права является страхование. То есть основной группой страховой это семья и вот этот самый джилиб. Джилиб гарантирует плату любого из своих членов в случае каких-то событий, где эта плата требуется. А клан гарантирует эту плату в взаимодействии между плату. Здесь вот интересный момент, который немножко отличается от того, что в Европе применялось в отношении внезакония. То есть в данном случае семья может отозвать страхование своего члена, который постоянно нарушает закон. В этом случае семья заявляет, что она больше не гарантирует плату, так сказать, за этого человека. Когда это случается, ну, как правило, человек должен куда-то сбежать, потому что становится незаконно. То есть любой может безнаказанно его убить или что-то с ним сделать, не неся за это никакой ответственности. Значит, как и опять-таки в любом другом праве, в том числе и в привычном нам римском, в котором мы с вами до сих пор живем, нарушивший право должен восстановить его ситуацию до того, как оно было нарушено. Если он не может это сделать, он должен платить какую-то компенсацию. Если право было нарушено умышленно, то тогда применяется штраф, который, как правило, составляет еще одну сумму компенсации. То есть если я убил корову своего соседа, я должен отдать ему корову. Если я это сделал неспециально, если я это сделал специально, я должен отдать ему две коровы. Значит, существует и обычный суд, и суд справедливости, то есть это когда пытаются установить между собой, так сказать, решить какой-то вопрос, две группы, каждая из которых имеет свою юрисдикцию. Тогда судья назначаются по одному судья от каждой стороны. Эта же машина действует и в том случае, если это судьи из разных кланов. Значит, а кто такие судьи? Судья вот этот, он это Адай, так называемый, это и есть глава вот этой расширенной семьи Джилипа. Эти люди избираются старейшинами, там мучительные долгие процедуры, которые могут тянуться несколько лет, потому что всех мандитатов знают, это должен быть, как бы, самый такой благочестивый человек, не так просто занять это место, при том, что оно, как бы, не приносит вам ничего, кроме почета и уважения. Но его иного потерять. Если вы будете плохим судьей, то люди перестанут к вам ходить, скажут, мы пойдем к другому Адайю, а ты, значит, займись чем-нибудь другим. То есть, теперь становится понятно, что вот этот Адай, он имеет вот юрисдикцию в отношении всех, всей вот этой своей расширенной семьи, то есть в отношении всех членов вот этого вот Джилипа. Значит, суд справедливости, как я уже говорил, это два Адайя, если они не могут прийти к решению ЗУ-3, и так они поступают до тех пор, пока решение не будет принято. Судьи, опять-таки, могут не согласиться рассматривать конфликт, если их не устраивает, так сказать, сам конфликт, то есть они не знают, как его решить. Они могут потребовать от сторон письменного согласия или залога в том случае, когда они хотят, чтобы решение было точно выполнено. И судьи могут призвать взрослых мужчин помочь им в исполнении решения, если кто-то отказывается это решение исполнять, тогда созывается милиция, и эта милиция, собственно говоря, занята тем, чтобы заставить выполнить решение. И также существует здесь право, так сказать, апелляции, вот оно работает, то есть следующим образом, то есть каждый последующий уровень, все больше и больше судей, ну вот когда собирается, для того, чтобы, в конце концов, решить ваш вопрос. Значит, те, кто отказываются от участия в деятельности этой милиции, считаются связанными с нарушителем. То есть если ты отказываешься, понятно, что ты, значит, вражина, у тебя какой-то интерес, и они тоже становятся обязанными платить часть компенсации, которая налагается на этого нарушителя. То есть таким образом действует простая, так сказать, машина по организации вот этой милиции для привлечения тех, кто отказывается исполнять решение. Самое интересное это то, как они, как эта система вообще работает. То есть никто никого не бьет и не лупит палками, а эта милиция приходит к вам, значит, домой и просто начинает жрать вашу юлю. Значит, первый день они, значит, ну, как правило, я говорю, что это скотоводы, значит, поэтому они, значит, берут там какого-нибудь, какую-нибудь козу, вот, у вас, значит, на глазах ее режут, вот, и, значит, шумно с трапезами, с песнями, значит, это все дело едят. Если вы отказываетесь, они точно так же поступают на следующий день, вот, до тех пор, пока они не сидят весь ваш скот, да, вот, либо вы не согласитесь с тем, что решение таким надо исполнить. Вот. Самое интересное, что похожие моменты, вообще система принуждений, она очень похожа тоже. И она, на самом деле, не так, как мы ее себе представляем работой, то есть мы себе представляем, что бравые молодцы приходят, крутят руки, значит, маски шоу, там автоматы и все вот это вот. Вот в обычном праве этого ничего нет. То есть обычное право до последнего делает так, чтобы тот, кто отказывается исполнять решение, чтобы у него было время подумать, чтобы он мог передумать. Допустим, в Ирландии в случае захвата земли, если, допустим, вы выиграли какой-то суд за участок земли, да, а там живет какой-то человек, и он не хочет оттуда уходить. Там процедура растягивается почти на месяц. То есть первый день вы приходите на эту землю, введя за собой две лошади в присутствии юрисов. Вы приводите лошадей, эти лошади там пасутся, значит, потом вы уходите, забираете лошади. А второй день вы приводите три лошади, значит, потом четыре, и так далее, и так далее, и так далее. До тех пор, пока либо там ничего не останется от этой земли, либо, значит, этот человек согласится выполнить. Но этому человеку сюда дается срок для того, чтобы он выполнил решение. Аналогично, допустим, со скотом, то есть, если кто-то кому-то занял скот и не хочет его отдавать, значит, вы можете прийти к нему, присутствие, опять-таки, юриста, забрать у него корову и ввести на пасутся. Следующий день две коровы, следующий день три коровы, и так далее, пока человек не передуман. То есть, опять-таки, никакого насилия, вот именно принуждения, вот в той форме, как мы привыкли, здесь нет, потому что вот эта модель, она работает лучше, и это показывает именно то, что эта модель применяется практически везде, где есть вот это вот обычное право, то есть не тупое физическое принуждение, а принуждение через какие-то потери, да, что давай будем как-то все-таки работать вместе, или тебе же будет хуже, потому что мы съедим твою козу. Ну и здесь, значит, вот поскольку все штрафы и все прочие взыскания в сомалийском праве не считаются в верблюдах, но вы можете заплатить или потребовать, чтобы вам, так сказать, выплатили в других единиц, каких угодно, вот верблюд, он равен трем коровам, или там это 10 коз, вот такая вот есть в них система. По счету, но я думаю, что американские доллары, там, или биткоиды, тоже принимаются, это уже зависит от того, как стороны на самом деле договорятся между собой. Но весь ущерб и все прочие, прочие, прочие считаются в верблюдах. Верблюд еще не простой, а верблюд там возрастом от 3 до 6 лет, то есть много верблюд, который еще может, кстати, отдавать потомство и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Существуют там разные градации, например, если, не дай бог, кто-то там подбил или выбил зуб, там, допустим, девушке, которая на выдании, то за этот зуб цена выше, чем, допустим, за аналогичный зуб в случае мужчины. Потому что женщина, понятно, что несет тут больше, как сказать, ущерб, то есть такие вот нюансы в этом праве тоже присутствуют. В общем, мы с вами будем делать. Спасибо.